В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаски проверил работу новых полисадиков в деревне Боброво. Ленинский округ в этом смысле передовик. У нас 10 открылось в 21 году таких помещений. В медицинских учреждениях округа продолжается вакцинация подростков от коронавируса. Вакцина называется Гам-Ковид-2. Это спутник. Но спутник М с уменьшенной дозой антигена в 5 раз. Ученики Развилковской школы приняли участие в патриотической акции в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов. Молодые совсем ребята. Они воевали, чтобы сохранить нашу родину, границы наши и целостность нашего государства. В рабочем поселке Боброво в январе этого года открылось сразу два полисадика детских сада мини-формата. Проверить их работу приехал глава Ленинского округа Алексей Спаски. К нему присоединилась и наша съемочная группа. Здесь все как в обычном детском саду. Есть раздевалка, игровая, столовая, спальня, даже небольшой спортивный зал. Отличие полисадиков лишь в том, что их посещает небольшое количество детей. Оборудованы они, как правило, на первых этажах жилых домов. В рабочем поселке Боброво в этом году открыли сразу два таких учреждения. Тот, что на Крымской 21, корпус 1, рассчитан всего на 30 мест и деток с 3 до 4 лет. На площади 120 квадратных метров есть все необходимое. Режим детского сада здесь точно такой же, как в обычном детском саду. С 7 до 19 часов. У детей также проходят все занятия с воспитателями. Приходят специалисты, занимаются. Здесь у нас есть возможность прекрасного трансформированного спортивного зала. Проверить работу полисадиков в рабочий поселок Боброво приехал глава муниципалитета Алексей Спаский. Куда приходят музыкальные руководители, они занимаются музыкой из основного корпуса. Другой мини-детский сад расположен неподалеку, на лесной улице. Он рассчитан на 25 мест. Площадь помещений здесь чуть поменьше 90 квадратных метров. Сюда ходят ребята постарше, те, кому от 4 до 5 лет. Тебе нравится садик? Да. А чем он тебе нравится? Что тут хорошего? Расскажи. Новые игрушки. У ребят в полисадиках пятиразовое питание и еда готовятся в основном в корпусе детского сада номер 27 «Бобренок», который расположен поблизости. Кстати, родители, отдавшие своих детишек в такие мини-сады, не снимаются с очередя на получение места в дошкольном учреждении. В 2021 году после некоторых консультаций на уровне правительства был принят вот такой формат попробовать реализовать мини-сады, так называемые полисадики. Ленинский округ в этом смысле передовик, у нас 10 открылось в 2021 году таких помещений и общее количество созданных мест это 750, почти 750 малышей. Родители довольны, родители им все нравятся. Новый детский сад, очень красиво, много игрушек. Главное, довольны дети. Детям очень нравится. Алексей Спаски заверил, что проект на территории муниципалитета будет продолжен. В район администрации уже выкуплено несколько помещений для организации мини-садов в микрорайонах, где дефицит мест особенно высок. В микрорайоне Зеленой аллеи уже приступили к ремонту будущего полисадика. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В детской поликлинике города Видное продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Она стартовала 24 января и за прошедшее время прививку получили 75 детей. Насколько безопасна и важна вакцина для молодого поколения, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Процедура прививки от COVID-19 для детей такая же, как и для взрослых. Перед прививкой необходим осмотр у врача. А вот вакцина имеет ряд отличий. Вакцина называется Гам-Ковид-2. Это спутник. Но спутник М с уменьшенной дозой антигена в 5 раз. Вакцинируются дети двухкратно с интервалом 21 день, так же, как и для взрослых. Анастасия Панова пришла на прививку с мамой. Наталья Николаевна в свое время привилась от COVID-19 и ни разу не усомнилась в ее эффективности. Ощутила эффект. У нас очень многие болели. Я не болела и не перебаривала. То есть я привилась и у меня стабильно. Присутствие родителей, даже если подросток имеет паспорт, необходимо. Они также дают свое разрешение на вакцинацию и могут проконтролировать ход процесса. Сама Анастасия признается, что уколов не боится, а прививку, помимо заботы о здоровье родных и близких, делает еще и по профессиональной надобности. По сути, мы решили совместно сделать, потому что я учусь в пищевом колледже и мне нужно для медицинской книжки это обязательно. Ну, плюс. Для здоровья полезно все. Врачи отмечают, что дети переносят возможные неприятные последствия от прививки значительно легче, чем взрослые. Мы привили 75 детей. У них из этих детей, у двоих была температура выше 38 градусов, которая снизилась после жаропонижающих. У нескольких детей была боль в месте введения вакцины. И у остальных детей после вакцинарного периода прошел совершенно хорошо и понижал. Пункт вакцинации работает с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь три документа. СНИЛС, паспорт или свидетельство о рождении и медицинский страховой полис. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов учащиеся Развилковской школы приняли участие в патриотическом мероприятии. Ребята возложили цветы к стеле, посвященной защитникам Отечества, и к памятной доске своего земляка Сергея Соломатина, погибшего в Афганистане. Памятные мероприятия в поселке Развилка, посвященные Дню воинов-интернационалистов, начались у колледжа Московия. Ранее это была школа, в которой учился Сергей Соломатин. Соломатин Сергей – это бывший ученик этой школы, который погиб при выполнении воинской долги в Афганистане. Учился именно здесь, после окончания школы, пошел на службу, поступил на службу и участвовал в боевых действиях в Афганистане. И героически погиб, и за это получил уже посмертный орден Красной Звезды. К мемориальной доске воина-интернационалиста Сергея Соломатина, учащийся Развилковской школы, возложили цветы и почтили память минуты молчания. Вспоминания о войне, о войнах локальных. И очень важно находиться на таких мероприятиях, если ты живешь в этой стране. Ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов отметил, что подрастающее поколение с каждым годом все больше интересуется историей локальных войн. Молодые совсем ребята, они, так сказать, воевали, чтобы сохранить нашу родину, границы наши и целостность нашего государства. Продолжилась патриотическая акция у памятника защитникам Отечества. Стоит отметить, что ребята из Развилковской школы – активные участники юно-армии. Никита Бузук и Андрей Пирогов уже более пяти лет состоят в военно-патриотическом движении. Воспитывают привязанность к своей стране, в которой мы растем. Это наше будущее поколение, это мы. Мы должны за ее защищать и знать нашу историю. У нас есть план патриотической работы в школе, он обязателен. Мы проводим встречи с интересными людьми, с ветеранами. Это обязательно памятные даты, военные. То есть, да, у нас школьники часто, в принципе, участники подобных мероприятий. После возложения цветов в актовом зале Развилковской школы состоялся урок мужества с участием ветеранов боевых действий в Афганистане и службы внешней разведки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В западных странах этот праздник носит имя Святого Валентина. А у нас же он зовется Днем всех влюбленных. Мы тоже решили рассказать о романтике по-своему и сходили в гости к парам, которые вместе не только дома, но и на работе. Каждое утро Елизаветы и Александры начинаются с похода в кино. Эта традиция длится уже 10 лет. Столько пара вместе работает в искре. У Качальных два дома – собственный и кинодом. Обязанности делят четко. Жена отвечает за административную работу учреждения, муж – за инженерную составляющую. Вместе мы живем уже, наверное, 22, а знакомы, наверное, лет 35. Да, со школы еще. Работа для супругов не кончается даже после последнего сеанса. Дома обсуждают не только новинки проката, но также рабочие вопросы. Елизавета, как ответственный администратор, ставит супругу-инженеру задачу заранее. Я очень рада, что мы работаем вместе, потому что это на самом деле помогает друг другу. И легче, вдвоем легче. Екатерина и Александр Лысенко представляют семейный дуэт педагогов. Жена – учитель истории и общества знания, муж – преподаватель математики. Когда пара ждала пополнения, стало ясно – нужно что-то менять. Тогда супруги ушли из образования в бизнес и открыли свой репетиторский центр. Выходить на основную работу уже нет смысла, и хотелось что-то свое. В начале пути пара помогала старшеклассникам готовиться к экзаменам. Теперь же их центр работает со школьниками всех возрастов. Вместе с учениками растут и собственные дети педагогического дуэта. Я из роддома вышла на третий день работы. Я с занятий уехала в роддом, родила, и через три дня вернулась на занятия. Супруги Лысенко не только руководят образовательным учреждением, но также ведут занятия, общаются с родителями учеников, выводят детей на концерты и различные мероприятия. Для Екатерины и Александра собственный бизнес – это больше, чем работа. Их педсовет продолжается даже дома. Здесь нельзя сказать, что мы разговариваем о работе. Мне кажется, мы живем просто в этом процессе 24 на 7. И в этом на самом деле огромный плюс того, что мы работаем вместе. А вот Максим и Ирина Ермаковы вместе не работают. Но роман у них вышел по-настоящему служебный. Оба уже во взрослом возрасте искали партнера для бальных танцев. Желали продолжить юношеское увлечение хореографией. Но договорились сразу – отношения будут сугубо деловыми. И поженились через 7 месяцев. Скажите, а когда вы поняли, что это ваша женщина, это ваша супруга? Спустя три недели. Спустя три недели не периодических тренировок. Для пары бальные танцы стали неотъемлемой частью жизни. Вальс, танго, фокстрот – вот уже 4 года при любой возможности они рвутся на видновский паркет – отработать программу. У нас достаточно много времени занимают танцы. И, конечно, мы обсуждаем. И мы смотрим дома видео какие-то, и обучающие, и какие-то топовые пары просматриваем. Ну и, соответственно, обсуждаются какие-то соревнования. Интересно, что тренирует спортсменов сын Ирины – Денис. И плоды такого подряда дают результаты. Недавно видновские бальники заняли первое место на региональных соревнованиях. Вот такое семейное танго. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин